Всем привет! Нас в компании Адемс всегда мучил вопрос, кто кого сборит, кит-слона или леопард-акулу. Ну, мы решили пригласить специалиста. Здравствуйте, с вами Владимир Сидоренко. Сегодня я бы хотел показать заточку ножа и решетки для мясорубки на двух станках. Это фронт-плейт и фулл-драйв. Досмотрев это видео, вы поймете выгоду заточки на станке фронт-плейт. Для начала подготовим обе планшайбы. В качестве шлифовального материала мы используем порошок оксида алюминия зернистостью F240. Порошок мы наносим на планшайбы, предварительно смоченные эмульсией. Распределяем его равномерно и втираем в канавки. Объектом нашего сегодняшнего соревнования будет выступать вещь, хорошо известная всем домохозяйкам. Это решетка от мясорубки. Для правдоподобности и для достоверности сегодняшнего эксперимента мы заточим каждую из сторон на разных станках. Посмотрим, какой из них справится с задачей быстрее, чем его коллега. Первый участник нашего сегодняшнего соревнования – станок ADEMS Front Plate. Дожидаемся, пока станок наберет положенные полторы тысячи оборотов и можно приступать к заточке. Время пошло. В процессе заточки Владимир контролирует качество выполняемой работы. Заточенная решетка не должна иметь непрошлифованных участков, которые выделяются темным цветом. Правильно заточенная решетка должна иметь равномерную гладкую поверхность по всей плоскости прилегания. Постепенно наша решетка приобретает все более однородную и гладкую поверхность, а это значит процесс близится к завершению. Последнее движение решеткой по планшайбе и заточка завершена. Она заняла у нас почти 4 минуты, но результат того стоил. Мы закончили заточку на фронтплейте, теперь приступим к заточке на фулл драйвере. Ну что же, давайте посмотрим, как с этой работой справится наш второй участник – станок ADEMS Full Drive. Уже в начале работы заметны основные отличия. Движения по планшайбе менее амплитудные, а это означает, что порошок расходуется намного быстрее, ведь задействуется практически вся планшайба, а она меньше диаметром. И если вы видите, что искра пропала, если вы заметили, что качество заточки снизилось, самое время добавить порошка на планшайбу. Несмотря на то, что условия заточки идентичны, используется одна и та же решетка, используется один и другой шлифовальный материал, сам процесс идет немного медленнее. Это видно. Также время выполнения работы увеличивается из-за того, что постоянно приходится добавлять свежий абразивный порошок. А что делать? Расход выше. Заточка второй стороны почти завершена. Осталось досыпать еще немного порошка на планшайбу и закончить. И вот они, финальные штрихи. Последние движения по планшайбе. Проверка. Заточка завершена. Вторая сторона заточена идеально. А теперь давайте посмотрим на результаты. На те цифры, которые были получены нами в ходе сегодняшнего эксперимента. Расход абразивного материала составил 10 грамм для станка ADEMS Front Plate и 20 грамм для станка ADEMS Full Drive. Если мы обратимся к статистике, предоставленной нам студией заточки, то мы увидим, что в месяц можно заточить 42 ножевые пары. В год получится 22 680 рублей для станка Front Plate и 45 360 рублей для станка Full Drive. Таким образом, годовая экономия только на материале составит 22 680 рублей. И это серьезная цифра. Теперь об экономии времени. На заточку каждой стороны мы затратили 236 секунд для станка Front Plate и 399 секунд для станка Full Drive. Таким образом, экономия времени составила 41%. Ну и какие выводы можно сделать из нашего сегодняшнего эксперимента? А выводы сделайте сами, дорогие друзья. По-моему, они очевидны. Всего хорошего.